Фонд Вики-Медиа — это некоммерческая организация, которая занимается материальной поддержкой существования Википедии как проекта. Фонд Вики-Медиа обеспечивает работоспособность серверов проекта в частности и поддерживается на благотворительные пожертвования. Частично, естественно, награды, частично какие-то личные взносы. Об этих благотворительных пожертвованиях весь мир узнает ежегодно, видя баннер с мужчиной с грустными глазами, как вы знаете. Мужчина, его зовут Джим Миллс, он один из основателей Википедии, один из авторов. Вообще, Википедия начиналась как проект, если правильно помню, некоммерческий, однако она изначально строилась на модели не краудсорсинга, а изначально предполагалось, что ее будут писать ученые. Однако, причем ученые с огромным, это должен был быть процесс выверки полноценной, полной проверки всех фактов. И я могу сейчас ошибаться в конкретных отдельных цифрах, но если я правильно помню, за первый год работы этот проект, предшественник Википедии, который назывался Мупедия, создал 11 статей. Авторы проекта, собственно, решили, что, видимо, это не очень удачная идея, и решили попробовать экспериментировать с краудсорсингом, попробовать пригласить писать статьи каждого. Таким образом, родилась Википедия, первыми ее статьями стали статьи Мупедии, созданные те самые 11, в итоге Мупедия была закрыта. Спустя несколько лет, после уже существования Википедии, был создан фонд Викимедия, некоммерческая организация. До этого времени Википедия поддерживалась на деньги коммерческой организации, которую также возглавлял Джим Бойлс. Принципы Википедии, я думаю, известны всем. То есть, о них мы поговорим чуть-чуть позднее, но тут упомянуто, что Википедия, ее информация распространяется под свободными лицензиями. Изначально это была лицензия GFDL, но просто потому, что на тот момент не существовало ничего более подходящего. Потому что GFDL — это лицензия, которая больше подходит для программного обеспечения, на котором работает Википедия. Сейчас Википедия работает под свободной лицензией Creative Commons. Creative Commons — это группа лицензий, Википедия работает под свободной лицензией BSA, третья версия. Я прошу прощения, есть просьба расшифровывать пример. Мы чуть-чуть позже об этом поговорим. Сейчас я именно проговариваю общую суть организации. Мы обязательно скажем пару слов по поводу лицензии, потому что это важно, и это действительно может помочь, в том числе по теме семинара. У фонда есть несколько партнерских организаций. Ну вот, как упомянуто, их 38. В том числе, одна из этих организаций существует в России. Организация содействия энциклопедических знаний в России называется Некоммерческое партнерство в содействии распространения энциклопедических знаний Wikimedia.ru. Мы не могли назваться Wikimedia.ru, потому что на тот момент законами Российской Федерации это не дозволялось. Некоммерческая организация, в которой нет шатых автосотрудников, в которой есть учредители, есть волонтеры. И эта организация занимается из наиболее активных, скажем так, ее проекта на текущий момент, лоббирование свободных лицензий в России, поддержка Википедии. И в частности, мы помогали, ну не мы, я волонтером МПВики Media.ru, но МПВики Media.ru помогала распространить информацию по поводу забастовки, о которой было сказано сегодня, решение, которое было принято сообществом. И тому подобная деятельность. Вы можете дальше, я могу подсказать адрес нашего сайта, на котором можно подробнее про это посмотреть. Когда мы говорим об эффективности работы некоммерческих организаций, мы более-менее проговорили сегодня, что вы хотите услышать. Под эффективностью, как я ожидала, мы будем говорить о том, как минимальными средствами добиться максимального результата. Если я правильно понимаю, это то, чего хочет любая некоммерческая организация, вероятно, даже больше, чем коммерческая, потому что любой НКО ограничен в ресурсах. У меня вот есть исследование, уже упомянуто у вас сегодня исследование, рецептаты, согласно которым пять главных помех использования интернет-ресурсов, включая Викин-инструменты, это низкая компьютерная грамотность, то есть самих сотрудников. Там упомянуто было более подробное исследование, что далеко не в каждой организации есть представитель IT какого-то отделения, которое может специализироваться на данных вопросах, ограниченность ресурсов, в том числе материальных, на создание поддержки, отсутствие интернет-населения, лень, отсутствие нехватка времени. С одним из этих пунктов мы не можем сделать, безусловно, ничего, но премия стрики инструментов заключается в том, что они рассчитаны на людей, которые не являются действительно глубокими техническими специалистами. Они рассчитаны на максимальную свободу информации, максимальную легкость ее использования, то есть ограниченность ресурсов в данном случае тоже становится не так важной. Отсутствие интернета населения решается использованием свободных лицензий, которых мы расскажем позже. И отсутствие нехватка времени, ну как уже говорилось, великий инструмент — это быстрые инструменты. То есть, безусловно, их использование на все же отнимает времени, но меньше, чем многие другие. Извините, позвольте небольшое отступление. Вы подошли, вы участник нашего семинара, не могли бы вы тоже, как присутствовавшие, сказать пару слов, представить, сказать, чего вы ждете от нашего семинара, потому что у нас здесь не так много, мне хотелось бы дать максимально подходящую информацию каждому, для этого мне необходимо знать, о каких ожиданиях от семинара. Меня зовут председатель Айсайева, я представляю программу по повреждению образового эффективного центра, называется «Я в праве». Естественно, семинар привлек в наше внимание тем, что мы работаем с регионами, конечно, с организаторами из четырех регионов, и нам, например, также проводили стильную встречу, которая была бы существовала самым скромным в работе деятельности МКОЛОК. Поэтому мы бы хотели бы донести, например, до них какую-то информацию, например, по информационно-коммуникативной технологии, не со структурой движениями. Хорошо, спасибо, извините. Самым популярным инструментом, который ассоциируется с Вики-технологиями, вот именно с технологиями, а не с проектами, является движок, используемый в Википедии, движок MediaViki. Как я уже говорила, сегодня это не самый первый движок, который использовала Википедия, тем не менее он самый популярный. Здесь указан сайт этого движка. Так как я говорила ранее, что это не семинар для специалистов, я, безусловно, упоминаю вам о его существовании, потому что не всегда очевидно, на какой лифт технологии работает Википедия, и я хотела бы упомянуть, что существуют и другие вики-основы для сайтов. Но MediaViki хорошо тем, что оно наиболее известно, следовательно, к нему привлекается максимальное количество волонтеров-программистов, и следовательно, вероятно, насколько мне известно, это наиболее быстрый, быстро развивающийся инструмент. Как и любой другой движок, развивающийся волонтерами, у него есть какая-то основа, у него есть различные дополнения, с помощью которых можно в достаточной степени индивидуализировать сайт. Например, запросто у вас можно создать сайт, который будет легко редактироваться с точки зрения вашего админа, но не будет открыт для редактирования любому пользователю. То есть, с одной стороны, вы будете иметь все преимущества, а с другой стороны, вы можете не делать безумно огромный объем работы по модерации информации, по отслеживанию коллектости. Я правильно понимаю, что этот движок позволяет на вашем сайте, собственно, на любом сайте, сделать свою маленькую википедию? Да, свою маленькую википедию в том числе. Но суть в том, что этот движок позволяет вам сделать сайт. Вы можете делать его в формате энциклопедии, так как это уже более-менее привычный формат. Все более-менее представляют себе, как это делается. Вы можете использовать его как сайт организации, так что он не будет похож на википедию вообще. Тем не менее, он абсолютно бесплатен. Его использование бесплатно, легально. Не требуется никакой рекламы для его использования. Он требует... Существуют мануалы, в том числе на русском языке, которые создаются добровольцы ниже. Единственное, я хотела бы проговорить, что, безусловно, его установка, ее все-таки лучше делать специалисту. Насколько мне известно, даже не специалист может в ней разобраться. Самым известным проектом фонда вики-медии является википедия. Свободная энциклопедия, редактирование, которое открыто каждому, и доступ, который открыт каждому. Википедия открыта была более 11 лет назад. Как я уже рассказывала, кратко ее историю, то, что она начиналась с проекта закрытого, и то, что этот закрытый проект был неуспешен. Самая большая, самая удивительная вещь по поводу википедии, самая удивительная вещь в том, что она работает, то, что она вообще работает. Потому что это модель краудсорсинга. Несмотря на очень частое заявление о том, что ну как же вас редактирует каждый, ну как же вас могут моделизировать, вам могут написать какую-нибудь глупость, тем не менее, я думаю, что каждый присутствующий пользовался ей, каждый присутствующий может оценить результат, и, вероятно, у этого результата есть недостатки, но мне не известно ничего лучше. Википедия создается на данный момент на 285 языках мира. Кроме того, существуют проекты еще, скажем так, неоткрытых википедий, потому что у нас есть под проект инкубатор, в котором создаются новые википедии. Новый язык может быть открыт, если его код существует в одном из стандартов, если есть достаточное количество добровольцев, которые начали работать над ним в этом проекте, в инкубаторе. Если переведен интерфейс, если есть уже некоторый пункт статей, которые могут быть вынесены на отдельный подсайт. Русский язык является 8 по размеру. Это крупнейшая энциклопедия на славянских языках. Помимо того, что она достаточно велика, она достаточно качественная, хотя это часто оспаривается. У нас есть несколько метриков, с помощью которых мы оцениваем качество. Например, у нас есть список из тысячи статей, которые должны быть в каждой из википедий. По этому списку, по размерам этих статей мы на третьем месте. У нас есть так называемые показатели глубины, которые показывают активность редактирования. Считается, что чем больше правок, тем больше шанс, что каждая из них увеличивает качество проекта. Получается довольно интересная формула, которая показывает качество. По этому параметру мы, по-моему, на шестом месте, или даже уже на пятом. Википедия достаточно посещаемый сайт. 500 миллионов человек ежемесячно во всем мире. И это число растет. На днях проходила конференция Wikimania, которая была посвящена всем проектам фонда Wikimedia. И за прошлый год посещаемость уникальных пользователей. Википедия увеличилась на 25% их количество. Википедия достаточно популярна по всему миру. В России, насколько я помню, она на данный момент на третьем месте. Или на пятом. Я, к сожалению, не отслеживала последние месяцы, но могу извиниться. Качество Википедии на английском языке было сравнено с британикой, крупнейшей энциклопедии, которая доступна по закрытой подписке. Было выяснилось, что никакой статистически значимой разницы серьезной в качестве этих двух проектов не существует, хотя в Британике создаются специалистами, а Википедия, как известно, создается стомпровольцами. Недавно, буквально в последний месяц, прошла информация о том, что было проведено исследование качества Википедии на русском языке, сравнение ее с большой российской энциклопедией, если я правильно помню. И там были еще какие-то ужасные результаты, что Википедия на русском языке совершенно ужасна. Но у этого исследования, скажем так, сообщество Википедии предполагает, что оно было не вполне нейтральным, и мы очень заинтересованы в том, чтобы нашлась организация, которая проведет действительно независимое исследование по параметрам аналогичным сравнений, которые было произведено для Британики. Зарегистрировано Википедии довольно большое количество участников, при этом, на самом деле, регистрация в проекте не обязательно. Википедия — это free энциклопедия, и free переводится множеством способов, то есть свободный может быть даже не лучший результат. Суть в том, что она как свободная система, открыта для входа в систему, открыта для выхода, то есть Википедию можно редактировать без регистрации, чтобы перестать ее редактировать, нужно просто перестать редактировать, за доступ к ней не надо платить, за исключением того, что необходимо платить за интернет. А на самом деле, даже для того, чтобы Википедия была свободна во всех смыслах, существует ряд проектов по донесению Википедии, так сказать, оффлайн, чтобы не требовалось платить вообще ничего, чтобы она была поистине свободна во всех смыслах этого слова, которое мог быть найдено. При всем при этом легко заметна очень большая разница между количеством зарегистрированных участников всего количеством зарегистрированных участников. Например, в России считаются активными примерно 12 тысяч человек. Эти 12 тысяч человек создают крупнейшую энциклопедию на славянских языках. При этом, как правило, люди думают, ну, либо думают, что Википедию создают специалисты, то есть какой-то офис, берет, если чат по клавиатуре, либо они думают, что Википедию создают миллионы людей. И зачем я буду присоединяться к этому процессу, когда уже там все хорошо, нет, нехорошо. На самом деле, нам продолжается требоваться постоянного участника, мы постоянно ищем, как решить эту проблему. При этом русская Википедия, мы даже считаем это проблемой, русская Википедия при этом считается одной из наиболее активно растущих среди крупных языковых разделов английской Википедии. Например, сейчас есть проблема с падением количества участников, и Фонд Википедия разработал, кстати, с участием сообщества, что тоже безумный эксперимент, эксперимент был краудсорсинг в области составления стратегического плана. По результатам этого стратегического плана было найдено несколько идей по тому, как увеличить количество участников. И Фонд Википедия сейчас старается работать над этим, старается работать в этом направлении. Но, опять же, по результатам сравнения с результатами с прошлым годом, количество участников у нас, к сожалению, пока продолжает уменьшаться. Незарегистрированных имеется в вид, а вот именно активных и притокных участников. Сообщество участников русской Википедии. Причем хотелось бы говорить, что русская Википедия это русскоязычная Википедия. Это не российская Википедия, как было объявлено Единой России в обращении к Википедии насчет неприличной забастовки. Нас не так много, и это фотография с одной из крупнейших конференций, которая проводилась в сообществе, потому что в России, как известно, еще существуют проблемы с тем, чтобы встретиться. Мы все достаточно далеко от этого. Достаточно много активных в зарубежных участниках, слава богу. Поэтому мы можем разрабатывать различные темы достаточно нейтрально, потому что можем представить разные точки зрения на одни и те же вопросы. По результатам, есть такая карикатура, которая нам очень нравится, потому что она великолепно показывает типичный пользователь того или иного сервиса. Типичный пользователь Википедии, согласно приведенным исследованиям, это мужчина, среднего возраста, хорошо образованный, одинокий, без детей. То есть это такой образ монаха. Проблема практически отсутствия женщин в Википедии, это опять же одна из достаточно серьезных и часто осуществленных проблем. В русскоязычной Википедии по разной статистике мы, в основном, понятное дело, не обладаем прямыми способами подсчета. Мы можем посчитать участников по головам, можем как-то через настройки получать данные, через опросы. Вот по разным данным у нас от 6 до 13% участниц, это мало. И все время, опять же, ищется решение того, что с этим делать. В Америке существует адная инициатива, то есть инициатива привлечения женщин в технологию вообще. Но в России пока специализированные программы в этом направлении не существуют, за исключением того, что мы стараемся на семинарах говорить о ее существовании как таковом. Просим, если у вас есть какие-то идеи по какому-то партнерству в этом отношении, как-то на них откликнуться. Есть некоторые, опять же, исследования того, почему люди редактируют Акипедию. И, как правило, как мы видим под результатом опросов, это действительно альтеруистические побуждения. То есть, ну, хотя, с другой стороны, как мы можем опять же видеть, есть некоторые не альтеруистические моменты. То есть, задание в школе или в работе, это, ну, вполне добровольно. У нас не так много коммерческих заказанных статей. Может быть, кстати, это и плохо, о чем, опять же, можно будет сказать чуть позже в отношении некоммерческих организаций. Сейчас я просто пытаюсь представить более подробное видение Акипедии в целом. Ладно, мы на статистике. Так, по поводу Creative Commons. Как я обещала, сказать чуть подробнее сегодня об этой лицензии. И эта Акипедия перешла на эту лицензию не так давно. Изначально она была под лицензией ГИРДЛ, которая, как я уже сказала, была рассчитана на программное обеспечение. Свободность лицензии обозначает, что материалы, опубликованные под данными лицензиями, вы можете использовать неограниченно, ну, с выполнением ряда мелких условий, но бесплатно. Вы можете производить какой-то свой материал на их основе. Ну, в общем-то, это основа. То есть, у нас есть некоторые права авторские, которые не могут быть, от которых мы не можем отказаться. Это право на имя. То есть, автор в любом случае, по всем законам, должен быть указан. Мы не можем потерять имя автора. Ну, все остальное с информацией, которую этот автор предоставил, мы делать можем. Это действительно ГИРДЛ, почему Ликипедия переходила с него, почему, я говорю, что она была предназначена не для контента, а для программного обеспечения, при использовании какого-то материала, 5 страниц с мелким шрифтом, текст о лицензии. В Ликипедии до сих пор встречается материал, опубликованный под лицензией ГИРДЛ, как правило, изображение. Именно поэтому я вообще упоминаю эту лицензию, потому что я пока даю такую основу, но изображение, скорее всего, будет использовано в дальнейшем разговоре. А в креотипах с лицензией требует лишь указания того, чтобы данный материал был опубликован под ней, она требует указания автора, и в случае, если вы делаете какой-либо производный материал, вы обязаны опубликовать его по той же самой лицензии. Грубо говоря, если вы взяли статью Википедию, внесли в нее правку, результат — это производный материал, и он должен быть по той же лицензии. Плюс свободных лицензий в том, что Википедия, во-первых, они могут быть использованы при создании любых материалов, при создании какого-либо контента. Во-вторых, какой-либо созданный контент, распространяемый под данной лицензией, может быть распространен более легко, потому что у тех, кто будет распространять его, не будет проблем, которые могут быть при распространении материала, защищенного авторскими правами. Кроме того, вы можете использовать его в коммерческих целях, то есть вы можете совершенно спокойно, если вам требуется этого, для деятельности вашей некоммерческой организации. Например, публиковать книгу, созданную из статьи Википедии, и продавать ее. Это нормально. Вы можете печатать футболки с фотографиями, которые сделаны в Википедии, футболки, открытки, все что угодно. Единственное, что следует учитывать, что там существуют разные свободные лицензии, то есть Creative Commons, ShareLite, это наиболее популярно, это лицензия, которая распространяется с самими текстами, но вы можете также использовать GVL, потому что лицензирование Википедии является двойным текстом. А для изображений вам следует уже чуть более внимательно отслеживать условия использования, потому что изображения, которые автор решил публиковать под GVL, потребует от вас публикации рядом с изображением текста лицензии GVL. Прелесть Википедии, как уже было сказано, то, что ее может править любой. Так как ни странно, об этом действительно знают не все, но это так. Вы можете убедиться в любой момент. И это позволяет использовать Википедию в таком интересном для некоммерческой организации ключе, как информирование и реабилитация. Данное изображение было использовано в немецкой компании, рекламной несколько лет назад. Отделение Wikimedia Германия рекламировало редактирование Википедии, старалось привлечь новых участников. Они использовали нескольких образов, в частности, они использовали образ Cancer Survival. Потому что Википедия это как аутсорсинговый проект, это все-таки сообщество, это все-таки какая-либо реабилитация, это новые знакомства. Для многих это изучение новых языков, естественно, потому что происходят международные конференции, потому что многие вопросы в Википедии регулируются, ну не регулируются, обсуждаются, и решение принимается на международном уровне. И в случае, если человеку сложно наладить коммуникацию в живую, в реальной жизни, вероятно, использование Википедии это один из способов. Я вижу, что здесь нет представителей некоммерческой организации, которые связаны с данной областью, с областью лечения, но тем не менее, мне хотелось бы сказать об этом. По поводу информирования, как я уже говорила ранее, у нас нет так много статей о некоммерческих организациях, не так много статей о благоволитетных организациях в России в целом. Википедия является мощным пиар-инструментом, как мы уже видели по результатам, например, использованные нами забастовки. Но при этом цель Википедии это написание статей. Забастовка была путем... У нас не было возможности сделать что-то безошибочное. То есть любое решение, которое нами было бы принято, оно было бы ошибочным. При этом использование Википедии как пиар-инструмента в целом может быть абсолютно корректным, абсолютно нормальным. В частности, на этом слайде я собрала буквально несколько примеров. Например, до того, как был реорганизован сайт фонда «Подари жизнь», у них не было ни единого места, где была бы на их собственном сайте собрана нормальная информация о них. Ну так, чтобы нормально взять, почитать там историю, проекты, партнеры. Необходимо было переходить через множество страниц. Сбор информации на одной странице, которая тем более выдается в среде первых строк поиска по соответствующему запросу, это хороший инструмент. И в случае, если вам необходимо, у нас есть инструменты для отслеживания посещаемости статьи, они доступны через историю страницы. Благоварительный фонд созидания. Один из его сторонников создал статью, и тут помечена звездочка синяя, она обозначает, что статья имеет статус хороший, то есть ее качество было, скажем так, проверено, обсуждено, и она обладает особым статусом. У нас не так много таких статей. Они, естественно, обладают чуть более высокой посещаемостью, они на какое-то время выносят им заглавную страницу в Википедии, в один из блоков. Это тоже может быть способом. То есть я правильно понимаю, прошу прощения, что перебиваю, что если создать хорошую страничку в Википедии, то в принципе это может само по себе быть одним из, скажем, инструментов для привлечения... Да, я слышала отзывы, ну, это не совсем корректные отзывы, у меня они относительно забавные, тем не менее это будет работать так, если это будет создано. Про фонд созидания говорили, что вот это хороший фонд, про него даже создана статья в Википедии. Мы в своей работе видели релизы коммерческих организаций, то есть действительно пресс-релиз, который там разосл впоследствии массовой информации, чтобы наша организация была создана статьей в Википедии, ура! Это не всегда корректный путь, потому что создание статьи в Википедии — это результат вашей известности, а не способ ее получения. Но тем не менее, если у вас есть публикация в средствах массовой информации, то есть если... ну, действительно, если есть авторитетные источники, на которых основываются все статьи в Википедии, создание статьи в проекте — это полезно, это хорошо. Статья при этом не должна быть рекламной, она должна быть основана на источниках, но тем не менее. Любое нейтральное собрание информации вами же — это хорошо для вас. Потому что если вы благодарительный фонд, вы тот же подарили в жизни, если кто-либо... ну, про них, например, статью создавала я. Если вы известны, и про вас создается статью не вы, там человек может... автор статьи может неправильно собрать информацию, еще что-либо. Вы носитель информации о вашей некоммерческой организации. Вы знаете об ее известности. Вы можете показать ее лучше всех. при этом не стоит делать задачи рекламирования, но стоит делать задачи информирования. И ваш сайт может быть не так популярен. У вас может не быть сайта. У вас может быть сайт, на который у вас нет времени. Но если вы создаете статью в Википедии, он уже... эта статья уже, скорее всего, выйдет на первой странице в поиске. Это уже будет определенное отношение к вашей информации. Потому что, ну, действительно, так как у нас есть требование к статьям, если от вашей организации оказалось возможным сказать статью, и она осталась в проекте, это уже показатель вашей репутации для читателей. И это заслуженный показатель репутации. Да? А вы, наверное, хочу еще прояснить следующий момент. Первый момент. Я скажу, что можно создавать статью в Википедии, для этой организации, если в других открытых источниках есть целую информацию. Правильно или нет? Вот если вот, например, у меня есть, неважно, некоммерческая организация. Мне бы очень хотела создать в Википедии статью о ней. Но при этом у меня нет сайта, и в каких-то источниках, ни в каких газетах и каналах они не писали. Я говорю, что это случай, когда вы хотите создать статью для того, чтобы получить известность. Вот так как раз это не работает. То есть, Википедия, это энциклопедия. Цель Википедии — собрание знаний, а не информации. В этом большая претензия к ней от очень многих участников, от очень многих читателей. Но это следует учитывать. Знания. У нас существует ряд критерий для того, чтобы дифференцировать знания от информации. Информация — это то, что существует такая-то организация. Я подносила информацию, давайте я про нее расскажу. Знания — это то, что собрано из других источников, то, что уже несколько проверено. То есть, Википедия как энциклопедия, она базируется на чем-либо. То есть, в случае, который описываете, вы получаете, что нет базы, на котором основывается. Вероятно, вы можете попробовать поработать над этим. То есть, это можно учитывать. Второй вопрос. Можете ли мой сайт о моей организации служить таким источником информации? Одним из. Потому что, помимо наличия источников информации как таковых, необходимо показать значимость. Я говорю, это один из критерий отделения знаний от информации. Это один из причин критики Википедии. Но мы живем с такой Википедией. Значимость показывается вниманием средств массовой информации. Причем не публикация рекламных объявлений, а вот что журналисты интересуются вами. Они пишут о вашей деятельности, вы участвуете в каких-либо проектах. В случае, если у вас есть ряд таких публикаций, вы уже можете писать статью Википедии. И вот тогда третье вопрос. Можем ли мы сами инициировать написание статьи Википедии? То есть вот я работаю в коммерческой организации, и я ее сама написала. Да. И мы даже можете ответить о людях, которые пишут о моей веке. Такого обязательства, чтобы это делать то-либо третье, не существует. Существует обязательство нейтрального описания информации. Вы, как человек аффилированный, можете излагать ее не так нейтрально, как хотелось бы. Но зная об этом, потому что вы человек аффилированный, можете попробовать, грубо говоря, последить за собой. То есть у нас требование насчет того, что лучше, чтобы это делать кто-то третий, оно связано именно с тем, что это проще для всех. Но это не является обязательным, потому что, ну, скажем так, это вопрос дискуссионный в целом в сообществе. Да, вот если вот так вот в лоб спросить, а можно я, потому что вы лучше не надо, скажут очень многие из наших администраторов. На самом деле это не так. Тот же самый Джим Уэлсон тоже высказался в интервью, что вы, как организация, вы владеете информацией о себе лучше всех. Так как Википедия создается волонтерами, ждать, что про вас кто-то создаст статью или там ходить за кем-то, создать со мной статью, это тоже не очень корректно. Корректнее всего создать статью, при этом учитывая правила проекта. И я как раз и говорю о том, что это стоит сделать. Я как раз и пытаюсь нанести это, что у нас не так много людей, что у нас есть достаточно прозрачные правила, и что это стоит попробовать сделать, и что это хорошо и удобно. Но да, условие наличия источников до того, как вы это создали, оно должно быть. Другое дело, что опять же, вы как представитель организации, вы следите за публикациями, поэтому у вас есть какая-либо подборка. Третьему человеку, ну вот вы должны для третьего человека будете показать, что вот эта подборка существует. Данный слайд свидетельствует о том, что редактировать совсем несложно. Хотя, опять же, неизвестно, что одним из препятствий в использовании Википедии в работе с ней является как раз техническая сторона вопроса. Википедия не требует знания HTML. У Википедии есть собственный движок разметки. Ну вот как раз он называется Вики. На данный момент фонд Вики-Медиа разрабатывает, зная эту проблему, и стремясь увеличить количество участников, разрабатывает визуальный редактор. То есть визуальный редактор, да, ну он разрабатывает уже не первый год, уже существует продатель, но, к сожалению, он еще не представлен на широкую публику, потому что не доработан. Собственно, Сьюгарна, располнительный директор фонда Вики-Медиа, несколько дней назад заявила, что в ближайший год визуальный редактор будет представлен и начнет полноценную работу. В принципе, панель редактирования проекта уже улучшалась, она уже лучше, чем была когда-то. Поэтому, если вы пробовали править Википедию давно, попробуйте сейчас, может быть, вам уже это окажется легче. Но, опять же, если на данный момент для использования Википедии как инструмента для создания статей и вам препятствует визуальный редактор, вам препятствует отсутствие визуального редактора, вы можете знать об этой возможности, подождите немного, у нас все будет, все будет как можно лучше. Википедия известна тем, что сохраняются все версии каждой статьи. И, опять же, если вы будете делать свой сайт, может быть, вам это как-либо пригодится. Опять же, если вы будете делать свой сайт на движке MediaViki, вы можете как-то делать данную отцу открытыми для всех пользователей, так и сделать ее, видимо, только для своего администратора. Данный механизм очень помогает в случае, если сайт подвергается вандальным атакам, что характерно, как вы понимаете, учитывать в Википедии. Но нет ничего не поправимого, потому что все хранится. Известные авторы, потому что требования лицензии, как уже говорилось, это указание автора, и право автора на имя, оно и не отзывно. Следовательно, имя автора всегда сохраняется, вы всегда можете ознакомиться с ним. Мы уже говорили сегодня об некоторых основах существования проекта. Они существуют в явном виде. Система правил Википедии на каждом языке довольно запутана. В Википедиях на разных языках она несколько отличается, потому что правила создаются сообществом. Это вполне логичное правило к аудсорсингу, потому что если сообщество, которое создаёт проект на одном языке, будет пытаться работать по правилам другого языка, то это не своё поле для игры. Я упоминала сегодня нейтральную точку зрения. Нейтральная точка зрения подразумевает, что в случае, если вы решите создать ссортие в своей организации, вам не следует пытаться скрыть критику. Например, самый правильный способ работы с критикой в Википедии – это попытка передать её самостоятельно. То есть, если существует какая-либо критика в вашей организации, и вы пытаетесь её утаить, рано или поздно может найтись участник, который придёт и напишет её в самом худшем для вас виде. А вы, как обладатель информации, лучше напишите критику о себе сами, соблюдая таким образом нейтральность и постараясь рядом же показать и плюсы, и минусы ситуации, которая упоминается. В Википедии – это энциклопедия. Это означает, что в ней... Ну, мы ещё поговорим сегодня о братских проектах, но это означает, что она предназначена для довольно конкретных материалов. То есть, опять же, не для всей информации, которая существует. Материалы Википедии являются свободными для использования. Я сегодня уже раскрывала понятие, что значит свободными. Я надеюсь, что я достаточно подробно это описывала. В Википедии существует слот правил поведения. При этом Википедия не имеет стройких правил. В Википедии существует правило, что если правило мешает вам редактировать Википедию, забудьте про эти правила. Как вы понимаете, опять же, так как это сообщество, это социальный вопрос, он вызывает споры, но, тем не менее, вам стоит помнить про них. Вероятно, если вам говорят, что вы что-то нарушаете совсем сильно, если вы при этом не нарушаете авторские права или что-либо ещё, вероятно, неправ уже тот, кто предъявляет к вам претензии. Есть список того, чем Википедия не является. И, в общем-то, это основано на предыдущих столбах. Здесь это прописано чуть более явным видом для того, чтобы можно было быть уверенными, что это точно объяснено. Википедия не является определением. Это не является статьей. Следовательно, такие статьи не приветствуются Википедии. Википедия не бумажная энциклопедия. Это значит, что мы не имеем ограничений по размерам статьи. Мы имеем некоторые рекомендованные ограничения. В какой-то момент это было 30 кВт для чтения с мобильных телефонов, но сейчас они уже не актуальны. Википедия не место для рекламы. То есть, во-первых, в Википедии не размещается реклама вообще. Если вы видите рекламу в Википедии, вероятно, ты либо компания по сбору пожарствами входа в Википедию, либо у вас вирус. Но в том числе это не место для рекламы, это не место для публикации исключительно позитивных отзывов о самом новом и самом лучшем продукте. Википедия это не трибуна. То есть, любая попытка использовать Википедию, в частности, для, не знаю, агитации, она неправомерна. Такая статья будет удалена при нахождении. Википедия не социальный эксперимент. Несмотря на то, что решение в сообществе принимается сообществом, в том, что Википедия это не игра в демократию. То есть, сообщество пытается что-либо применять, но существуют ситуации, в которых решения могут быть приняты, например, фондами Википедии, например, основателем Википедии, хотя его роль в процессе развития сообщества как можно более... Ну, она падает со временем. На последнем веке ванне был прекрасный доклад, который назывался Джим Бойлс «Эволюция от диктатора до спикера». Википедия не беспорядочная свалка информации, это, я думаю, уже достаточно проговорено. Википедия не каталог ссылок. Это обозначает, что ссылки Википедии приветствуются только в случае, если по ним задерживается информация, которая использована в статье, если ссылки являются авторитетными источниками. Википедия не сборник документов, ну, потому что для документов существуют другие проекты. Википедия не газета, опять же, потому что для этого существуют другие проекты. Факты в статье должны приобретаться ссылками на авторитетные источники. Причем авторитетные источники, это означает, что данные источники, во-первых, независимы, во-вторых, проверяемы, ну и желательно, чтобы это была не единственная публикация на эту тему, хотя это уже более спорно. Значимость, проговаривалось опять же сегодня, что значимость как раз наличие публикации о вашей организации в средствах массовой информации. То есть общий критерий значимости здесь приведен, он приведен в рамку, и это абсолютно точная формулировка, в которой важно каждое слово. То есть независимые авторитетные источники. И достаточно подробно, то есть опять же не единственная публикация. Дополнение информации обозначает, что должна существовать хотя бы теоретическая возможность того, что по данному вопросу появится еще хоть какая-либо публикация, и по нему можно будет что-то написать еще. Единственные два действительно серьезных запрета, действительно два серьезных правила Википедии — это запрет на нарушение авторского права, потому что это нарушает основу Википедии как свободного проекта. Если вы нарушили авторское право, а кто-то попробовал использовать потом эти материалы, это создание человека этих проблем. Википедия старается как можно более перестраховываться от этого, иногда, вероятно, удаляет материалы, опубликованные авторами, если у нас нет достаточных на то подтверждений. Я слышала статистику, что в Microsoft поступает около 70 тысяч исков, каких-то жалоб, рекламаций в месяц, в то время как в фонд Википедии их поступает что-то около 300 в месяц. То есть сообщество Википедии старается максимально оперативно, максимально жестко реагировать на все вопросы нарушения авторских прав, для того, чтобы ни в коем случае не было судебных решений, для того, чтобы Википедия не была закрыта по судебному решению, как проект, нарушающий авторские права. Все тексты Википедии должны быть оригинальными, но это связано с вопросами авторского права, то есть это просто реплика раскрывающих вопросов. Запрещены оригинальные исследования, то есть если вы сделали какое-то открытие, которое, ноу-хау, которое, вероятно, прорывающее какой-то горизонт научной публикации, Википедия — это не место для ее публикации. Вам стоит опубликовать это в научном журналах. Википедия — это источник вторичной, это альтернативная информация, и не стоит использовать ее иначе, она для этого не предназначена. На этом слайде приведен пример кода статьи, того, как он выглядит. Здесь звучали вопросы по поводу редактирования, и я хочу попробовать понять, стоит ли нам пытаться разобрать то, что здесь сказано, или все-таки это слишком технический вопрос, и его стоит отложить. Нет, не надо. Испуганно. Хорошо. Тем более, что, как уже было сказано, вы дали будет визуальный редактор. Я надеюсь, что дали все это будет просто. Кроме этого, мы потихоньку переходим к сфере обучения. В сфере обучения у фонда Википедия есть два сайта — это Викиучебник и Викиверситет. Они несколько, вероятно, дублируют еще Викитека, но она скорее воспомогательный продукт, как и Википедия. Эти проекты посвящены собранию бесплатной образовательной информации. Материал Викиучебника, как и написано на слайде, нацелен на обучение и самооучение студентов. Я знаю, что существовало несколько попыток взаимодействия с разными университетами, но в целом Викиучебник является интересным примером, скажем так, бесплатной инфраструктуры, потому что в Викиучебнике возможно публикация собственных учебных курсов. Я знаю, что был интерес со стороны нескольких университетов, которые, к сожалению, я не очень понимаю, чем он кончился, по-моему, там по каким-то техническим причинам или по причинам согласования все закончилось, но был интерес в публикации материалов, которые профессора предоставляют своим студентам. Это, как я еще раз говорю, бесплатная инфраструктура. Разобравшись с ней, преподавателю, который хочет поделиться своими материалами, не нужды разбираться с собственным сайтом. Он может использовать готовую инфраструктуру, делать ее более доступной для всех. По похожему, ну, Массачусетский университет, например, делает видеозаписи своих лекций, публикует их на YouTube. Наши университеты имеют какие-либо печатные материалы, и при желании их можно размещать здесь. И для некоммерческой организации, которая занимается образовательной сферой, я надеюсь, что это будет один из удобных инструментов. Да? А вот если студенты решат, например, использовать этот ресурс для того, чтобы там шпаргалки распространять, то это попадает просто под запрет, под авторское право, или вы это тоже разрешаете? Мы говорим сейчас о том случае, когда преподаватели самостоятельно создают какие-либо пути для распространения своих знаний, для распространения информации. То есть, понятное дело, что если преподаватель хочет, чтобы эта информация была доступна только на лекциях, он и не создает сайт. А если просто студенты создают? Или студенты не могут сами создать что-то? Если студенты... Ну, студенты могут создать что-то сами, но, опять же, если они взяли просто лекции какого-то преподавателя и публиковали, тогда это нарушение авторских прав работает все абсолютно то же самое. Вероятно, это более сложно выявляемо, да, но по обращению преподавателя, опять же, ну, все решается индивидуально, все очень гибко. Но вообще, в целом, это наиболее удобно именно для тех, кто уже хочет опубликовать свои образовательные материалы так или иначе, кто хочет сделать доступ к ним максимально широким, и кто при этом хочет сделать минимальные затраты на инфраструктуру. Википедия на данный момент, опять же, в свой фонд Википедия, в стратегический план включил программу Википедия Education. Википедия Education имеет два смысла. Во-первых, это использование Википедии в образовании, во-вторых, использование Википедии для образования. В мире уже существует несколько курсов, например, в Беларуси, например, в Аргентине, по тому, как редактировать Википедию. То есть преподаватели учат этому, существуют разработанные курсы. Представители НП Википедии.ру читали курс по редактированию Википедии, тому, как они устроены в Сколково, в бизнес-сколе Сколково. Причем, насколько мне известно, опять же, существуют видеозаписи этих лекций, правда, к сожалению, сама не смотрела. Но это все проходило, то есть курсы существуют, разработаны даже на русском языке. Есть ряд преподавателей, как в России, так и в других странах, которые используют Википедию в образовании в том смысле, что, например, они ставят своим студентам условия для получения зачета или экзамена, создания или развития статьи в Википедии. Кроме того, есть известные и некорректные, конечно, способы использования. Например, в какой-то момент написали участники семинара по повышению квалификации в одной для учителей школ, потому что по результатам повышения квалификации они сказали создать статью о школе Википедии, и тут начались проблемы со значимостью. Но, тем не менее, существует множество путей, особенно для студентов технических вузов, которые достаточно важны все-таки уметь разбираться в подобных ценностях системах, важно уметь работать с источниками и так далее. Множество ситуаций, в которых использование Википедии в образовании становится полезным. Мы знаем о том, что... Я слышала забавный пример, что в школах использование Википедии поощряют, потому что это показывает, что ученики умеют пользоваться, ну, умеют искать в интернете, умеют находить достаточно какой-то интересный источник, ну, хотя бы не форум, да. В институтах пользование Википедии стараются ограничивать для того, чтобы, не дай бог, не смели писать по ней рефераты. При этом другие преподаватели задают задания по написанию статей Википедии. И это все сейчас и существует, это все вполне равноправно, и мы считаем, что это хорошо. Существует программа поддержки. Опять же, я не готовила это отдельно, потому что я не ожидала, что это будет специальный интерес именно по образованию. Но существует целый сайт, который касается ряда внешних инициатив, таких как образование и таких как культурная сфера. Это сайт на английском языке. Там вкратце, упомяну, там есть разделы про образование, там есть разделы про главные инициативы, которые я скажу пару слов позже. Ну, собственно, там можно прочитать краткий, очень краткий список тех образовательных инициатив, которые существуют в разных странах, включая Россию. И при желании я могу дальше помочь связаться с их авторами, если будет желание послушать от ведущих данных курсов, напрямую получить какую-то информацию, какие-либо материалы. Но Вики-учебник это касается достаточно косвенно, просто в рамках образования. Вики-верситет — это один из самых молодых проектов фонда Вики-Медиа, который на русском языке стартовал буквально в прошлом году. Он находится в процессе становления, поэтому включение в него сейчас, вероятно, будет наиболее комфортным, потому что там достаточно малое сообщество, и включившись в его работу сейчас, вы можете помочь организовать работу так, как это будет удобно в том числе и вам. Вики-верситет — достаточно интересная среда для чтения курсов, то есть предполагается, что набирается курс, и прямо-таки предназначен для онлайн-обучения проект. Но так как я говорю, что он находится еще в становлении, очень сложно рассказывать о нем много, я лишь прошу учесть, что существует этот инструмент, и, вероятно, он будет интересен для вас. Если вы захотите использовать его в образовательных проектах, вы можете сказать об этом, чтобы мы помогли наладить вам связь с конкретными участниками, вы можете ознакомиться с ним, так как раз он на русском языке уже существует. А можно ли вы на русском языке? Что извините? А если вы сказали о чтении лекции, вы имеете в виду, что там есть возможность взглянуть площадки? Нет, нет. Это только в том, что для меня... Там предполагается, что есть какой-то любой участник, который ведет этот курс, который... Ну да, это достаточно сложно. Какая-то лекция или все-таки, какая-то говорящая глава? Понимаете, оно в процессе восстановления. Вероятно, там найдутся участники, которым интересно будет просто с какой-либо периодичностью публиковать ссылки. При этом отвечать на вопрос. Что вы смотрите? Вот ссылка на мою лекцию, а теперь давайте отвечу на вопрос. Вероятно, будут найти какие-то другие пути. Я говорю, включение работы именно в этот проект, он, наверное, наиболее молодой, он существует на минимальном количестве языков. Ну, если Википедия существует на 285 языках, то Викиверситет максимум, быть может, на 10. То есть он сейчас полон энтузиастов, и включение в него вообще сейчас, оно обладает минимум недостатков, которым существует Википедия. То есть вы можете максимально все организовать так, как будет удобно вам. У меня тоже вопрос по поводу этого. Может, как вы рассказали про Википедию, каким образом контролируется качество, что должны быть ссылки и так далее. А вот для учебных курсов, как тут качество контролируется? Потому что для открытых курсов, это здесь, что учебных, ну, самая главная проблема, проблема качества. Вот как она тут, так сказать, решается? Я, к сожалению, не являюсь активным участником сразу всех проектов фонда Википедии, поэтому вот этот вопрос для меня является слишком узким. Признаться. То есть учебные курсы, которые читают про Википедию, я могу сказать, контролируется. Например, школа Сколково, она ставила довольно высокие требования к тому, что человек должен быть и активным участником Википедии, и администратором в ней, к вопросу о том, как технический статус переходит в социальный, и одновременно должен иметь опыт преподавания в высших учебных заведениях. Вот это вот требование, которое при организации партнерского проекта Сколково поставило комплекте Медиору найти таких людей. Возможно ли другие какие-то идеи? Например, человек, уже работающий в каком-то институте, может предложить ввести новый курс. Данные проекты максимально открыты, и как там это контролируется, я, к сожалению, вам сейчас так вот легко ответить не смогу. То есть если у вас есть более глубокий интерес, вам необходимо уже общаться с представителями, активными редакторами конкретно данных проектов, я, к сожалению, не везде высококомпетентно. Был какой-то еще вопрос, или мне показалось? Показалось, хорошо. Вики-словарь. Это один из, вероятно, самых закрытых проектов. Вообще он очень на русском языке. Потому что его создают... Он очень автоматизирован. Если я показывала вам, как выглядит внутри статья Википедии, там, понятное дело, что есть какая-то разметка, но, в общем-то, это читаемый текст. Этот проект автоматизирован максимально. И он максимально создан даже ботами. То есть там довольно малое количество активных участников, но для лингвистов-специалистов это, наверное, рай. Я могу его рекомендовать. Там, причем вики-словарь, особенность его не в том, что там публикуются переводы. Там публикуются все слова на всех языках, при этом с описаниями, с интерфейсом на языке, на котором словарь открыт. То есть здесь приведено слово на русском языке. Там когда-либо предполагается собрать все слова всех языков мира. Все слова всех языков мира на русском, все слова всего мира на английском и так далее. То есть на русском языке в данном случае произношение, семантические свойства, это все слова, именно пояснения. Такая оболочка. Вот эта оболочка, она делается на разных языках, но при этом само создание словаря на русском языке, оно делается через шаблон максимально автоматизированным. Я понимаю, как раз, как я сказала, это самый закрытый проект, поэтому по нему сложнее всего говорить. Но опять же, если среди вас есть специалисты-лингвисты, я могу порекомендовать попробовать воспользоваться, воспользоваться, потому что это должно быть интересно. Викицитатник – один из наименее вероятно известных проектов. Вообще, что у Викисловарь, что викицитатник, они скорее вспомогательны. То есть вы могли видеть ссылки на викицитатника статей в Википедии. Опять же, все их материалы свободны. Они все могут быть использованы при печати каких-то материалов, которые, как я уже говорила, могут распространяться коммерчески. Но мне, к сожалению, сложно сейчас предложить какое-либо другое использование для НКО. Однако я хочу сказать, что такой проект есть. Опять же, вероятно, если не коммерческие организации будут делать какие-то образовательные программы, они могут быть и в плане сбора подобной информации, они могут быть и в плане использования, и редактирования подобной информации. Викивиды — это один из, скажем так, общих проектов. То есть не существуют отдельные языковые разделы этих проектов, хотя существует перевод интерфейса. Этот проект посвящен полной систематизации животного мира. Опять же, как известно, что систематизация существует по нескольким системам. Известно, что у специалистов существуют большие споры на этот счет. То есть это проект больше для специалистов, однако, опять же, на него существуют ссылки из различных проектов в Википедии. Он, опять же, под свободной лицензией, опять же, может распространяться, так как это будет удобно тому, кто захочет использовать эту информацию. Опять же, он может использоваться при обучении. По этим проектам, я так понимаю, вопросов нет? Хорошо. Википедия, я упоминала, это еще один образовательный проект, который может быть использован при образовании, но мы потихоньку начинаем переходить к довольно большому пласту инструментов, которые касаются уже не образования, но вот outreach проектов по сфере глав. Википедия — это собрание свободных текстов. Свободные тексты имеются в виду свободно-лицензионные. Свободные лицензионные являются либо опубликованные специально под свободными лицензиями, либо уже достаточно давно опубликованные. Википедия, опять же, хороша именно как инфраструктура. То есть, если вы хотите опубликовать какие-либо материалы, например, для библиотек это особенно характерно, для сотрудничества с библиотеками. Оцифровка, любая электронизация — это на данный момент является, насколько мне известно, одним из направлений работы в библиотеках, архивах, музеях всего мира. Википедия предоставляет бесплатную инфраструктуру. Это большой плюс, потому что сервера фонда Википедии условно неограничены. Фонд Википедии собирает на это деньги, но, во всяком случае, проблема серверов, проблема их поддержки, и проблема их существования — это не проблема библиотеки, которая решит организовать хранение информации подобным способом. В Википедии информация хранится как в текстовом виде, так и в случае существования в отсканированном виде, для того, чтобы, возможно, была сверка. Известно, что при оцифровке различных рукописей, возможно, какие-то проблемы. То есть работа сообщества во многом заключается не только в том, чтобы скопировать, скажем так, текст из библиотеки Машкова в Википедию, но проверить на опечатки. В случае, если известна рукопись, посмотреть, все ли правильно распознано. Одним из проектов является перенос Википедии, энциклопедия Брагауза и Фрона, которая существует во многих интернет-источниках. Но для всех из этих интернет-источников верно то, что никто не знает, а действительно ли правильно оно туда перенесено. То есть как раз проблема сверки с оригиналами. Участники, которые работают в пикитеке, они как раз работают над тем, чтобы свободные тексты были бесплатно доступны, широко доступны, при этом следят за тем, чтобы они были максимально корректны. То есть для каждого из этих источников, длина этой страницы просто не видна, указывается ресурс, с которым он взял. Известно, кто когда какие поправки делал. К сожалению, на русском языке пока сотрудничество с архивами еще не очень налажено, то есть пока больше идет перенос художественной литературы. Но, с другой стороны, вероятно, для многих этот ресурс может оказаться более удобным, чем та же самая библиотека Машкова, потому что, опять же, существуют межязычные ссылки, межязычные ссылки. Ноты сюда не входят? Кто? Ноты. Ноты. Это возможно. Это, я полагаю, возможно. То есть даже если нет, мы сейчас перейдем к следующему проекту, и вот там точно этих проблем не будет. То есть проекты фонда Вики-Медия, они в конечном счете рассчитаны на собрание всех знаний в разных форматах. Если Википедия не является словарем, то у нас есть словарь, да? Если Википедия не является сборником текстов, то у нас есть проект для сборника текстов. Тут пока. И вот проект по поводу ноты. Проект глобальный и один из крупнейших проектов фонда. Медиа-комманс на русский язык принято переводить как Вики-Слад. Это централизованная, хранирующая свободных лицензионных медиафайлов. Почему он был создан? Дело в том, что для использования изображений в Википедии они должны быть, эти изображения, загружены серверами. В Вики-Медии у нас, ну, как я уже говорила, у нас не используется штумель, у нас невозможна прямая вставка изображений. Во многом это делается как раз для того, чтобы возможен был контроль над вопросами авторского права. При этом в Википедии на русском языке, как и во многих других Википедиях, дозволены так называемые fair-use изображения. Fair-use — это, согласно Гражданскому кодексу, добросовестное использование. Это обозначает, что в образовательных целях в низком качестве мы можем нарушать авторские права. Мы должны указывать автор, мы должны указывать источник, но мы можем использовать какие-то материалы без обозрешения их автора, но при этом с огромными ограничениями. Использование данных изображений является компромиссом, как я уже сказала, по разным причинам. Это регулярно обсуждается в сообществе. Фактически использование добросовестных изображений делает Википедию не очень свободной, потому что нашему пользователю, человеку, который решит использовать наши материалы, придется быть внимательным. У него есть возможность попасть на страницу Википедии, на фотографию Википедии, которая окажется лицензионно не свободной. Это нехорошо под отношением к читателю. Там будет большими красными буквами написано о том, что она не свободная, но все какие-то риски. И мы пока на него идем. Но Викисклад — это централизованное хранилище. Это значит, что фотография, которая загружена никогда, может быть использована в любой Википедии, в любом Викисловаре, в Викитеке, вообще в любом проекте фонда Викимедиа без всякой дополнительной загрузки, без всяких дополнительных действий. Там хранятся только свободные изображения. Свободные изображения теоретически у них есть требования возможности использования, но фактически за ним довольно мало следят. Там хранятся как файлы, так и схемы, так и какие-либо медиафайлы. Причем стоит обратить внимание на расширение, там довольно специфичное расширение, потому что в проектах фонда Викимедиа стремятся быть максимально свободными во всех смыслах, и мы используем лицензионно-свободное расширение ОГУГ. Существуют конвертеры в него. Ну да, это одно из препятствий. Впрочем, под свободными лицензиями на данный сервер загружаются, среди прочего, материалы сайта Кремлин.ру и материалы сайта премьер-министра Российской Федерации, потому что с ними были заключены соглашения, точнее их уговорили, для того, чтобы они прислали нам письма с разрешением, аналогично вот тому ВП Добро, который я уже упоминала. У нас еще несколько организаций журналов, в частности, высылали фотогалереи, используя, например, знаменитых спортсменов российских. На Викискладе хранится несколько миллионов файлов на данный момент. Это одна из крупнейших в мире баз свободных фотографий, которые годятся по причине своей свободности для иллюстрирования материалов. Причем там, как мы уже знаем, по примеру Википедии, а на Викискладе, для Викисклада это характерно еще в большей мере, то, что этот проект создают волонтеры, это не значит, что это низкокачественный проект. На Викискладе работают профессионалы, и у нас, если в Википедии существуют хорошие избранные статьи, то здесь есть качественные избранные изображения. Там действительно высокопрофессиональные фотографии в огромном разрешении, которые можно публиковать на огромных растяжках, в случае, если на то возникнет необходимость, для соблюдения минимальных условий указания лицензии автора. И в случае, если какой-либо некоммерческой организации потребуется использовать это, вы всегда свободны сделать это. Как я уже говорила, Википедия стремится сейчас, в последнее время, разрабатывать внешние контакты, потому что в какой-то момент, ну понятно, что раз у нас есть технический барьер для входа в проект, у нас в итоге в какой-то момент выяснилось, что в Википедии очень много технорей. У нас очень хорошо там описаны какие-то технические темы, очень плохо описаны гуманитарные. Поэтому в 2007 или 2008 году начало развиваться специализированное ГЛАМ-направление. ГЛАМ — это аббревиатура от сосочетания Горилея, Библиотеки, Архива и Музея. Как мне говорят, это так называемый сектор экономики считается за рубежом. Я никогда не слышала о том, чтобы у нас как-то это так объединяли. Ну вот, возможно, культурный сектор. Хотя у нас под культурным сектором имеют в виду несколько другие вещи. Ну вот, когда я буду дальше говорить о ГЛАМ, имеют в виду именно культурный сектор, который подразумевает различные культурные институты. Для культурных институтов, которые, как правило, являются некоммерсными организациями, все проекты фонда Википедии могут быть крайне полезны как инфраструктурные объекты. Потому что это, так как у нас существует целый век различных проектов, это огромные возможности для цифровки, для хранения информации. Так как у нас есть волонтеры, у нас есть возможность, опять же, там, ну, не знаю, поиск, опечаток, еще чего-то. Хотя, конечно, как я уже говорила ранее, волонтеров не так много, поэтому как раз на этот момент рассчитывать не так стоит. Одной из первых главных инициатив стало сотрудничество с одним из немецких музеев, с Бундерсархеумом, который передал, если я правильно помню, 40 тысяч фотографий под свободными лицензиями. В России подобное сотрудничество было приведено с РИА Новости. До сих пор продолжается объявленный ранее на один год проект под названием «Вечные ценности», в рамках которых архив РИА Новостей загружает свои фотографии. Причем первую фотографию среди, или первую, или сотую фотографию во время архива, открытия этого проекта во время дня рождения РИА Новостей загрузил лично Дмитрий Анатольевич Медведев. У него есть своя личная учетная запись проекта фонда Вики-Медиа, под которой была сделана целая направка загрузка одной фотографии. На этой фотографии было изображено войска, уходящие на фронт, и надпись «Наше дело право, и победа будет за нами». Загружено в рамках этого проекта уже около двух тысяч фотографий, но надо сказать, что это довольно малый результат по сравнению с тем, какая активность идет в других странах. Да, я виновата, я не указала слуху на этот сайт. То есть это РИА Новости загружает свои фотографии под свободной лицензией? Да. При этом важно, что архив РИА Новостей продает свои фотографии. Они в рамках этого сотрудничества, они имеют пиар-результат, они распространяют свободную информацию, но они ничего не теряют, потому что распространяется под свободной лицензией именно экземпляр этих произведений. То есть для нас они загружают его под, скажем, расширением шириной 600 пикселей, продают они его, предположим, 3000 пикселей. То есть они имеют максимальную выгоду. Мы же, получая под свободной лицензией возможность редактирования материала, изменения его создания и производных, можем его уменьшать, грубо говоря, делать прибьюшки, но, понятное дело, не увеличивать. То есть если мы загрузим большую версию того же самого файла, это не будет редактирование того экземпляра, это будет нарушением. Таким образом остаются довольны, в общем-то, всем. В рамках... Да, вообще, да, передача подобных изображений — это, как правило, помощь для отчетности, что производится современная работа по архивации. Многие культурные институты действительно стремятся распространять информацию, потому что это их уставная деятельность. В России, к сожалению, до сих пор не можем найти контактов с музеем, которому было бы это интересно, потому что, как известно, у нас не очень богатые музеи. И любая подобная работа, она, в том числе еще не названная, о которой я скажу чуть позже, она может... Она... От нее ожидается, что она понесет какие-то убытки, потому что, ну, зачем нам поедем в этот музей, когда мы можем познакомиться с этими архивами в электронном виде. Опять же, мы ищем решение этой проблемы, мы стараемся говорить с музеями, ну, потому что, понятное дело, что мы можем им сказать как-то жестко, что это ваша уставная деятельность, но это не решение, и мы это понимаем. Помимо этого, существует еще множество других инициатив в рамках главного направления, например, мероприятие по редактированию. В прошлом году в маленьком британском городе Дербе был объявлен конкурс. Ну, он был объявлен, понятное дело, в Википедии, но музей, в рамках которого был объявлен конкурс, находится в маленьком городе Дербе. Это не очень известный музей, был во всяком случае. И на самом деле, они ожидали от этого проекта именно большей известности. Музей и художественная галерея Дербе. Совместно с Википедией Великобритании они устроили конкурс по написанию статей об экспонатах этого музея. Рядом с экспонатами по результату написания статей, так как конкурс получился международным, размещались QR-коды. QR-коды специализированного проекта, который был создан, опять же, Википедии Великобритании, под названием «Куарпедия». QR-код — это, в принципе, такое техническое средство. С помощью смартфонов, с помощью ноутбуков, сфотографировав этот код, вы получаете ссылку. Здесь вам не нужно набирать руками ссылку, которая есть на экране. Вам достаточно сделать движение рукой. Если у вас есть интернет, вы переходите на тот сайт, который эта ссылка предлагает вам. Особенность QR-код, почему вообще говорится, что это отдельный проект, в том, что она возращает вам ссылку на статью Википедии на том языке, на который настроен ваш телефон. То есть, один и тот же код может, в случае сочетания статьи на разных языках, дать вам разные ссылки. Это будет ваша ссылка. То есть, это код, который направлен не только на угловство читателя, в том смысле, что ему не нужно делать что-то руками, он направлен на языковое удобство читателя, на преодоление языкового барьера. Музей художественной галереи Дербия разместили такие QR-коды в QR-коде рядом со своими экспонатами. И таким образом они получили возможность предоставлять информацию на родном языке посетителям, по-моему, ста языков или что-то около того. При том, что это был малый музей, и все, что им потребовалось сделать, это был минимальный, совершенно минимальный бюджетный конкурс. В принципе, там были и такие большие. А где, кстати, откуда взялись на эти ста языков? Итак, был объявлен конкурс. Смотрите, экспонаты это понятия растяжимы. Понятное дело, что мы не пишем пуговицы генерала такого, мы пишем статью о генерале. И это возможно для всего. У них есть, например, фарфоровая фигурка известного клоуна. Пишется статья о клоуне, размещается рядом с ним, становится известно о нем. У них есть какая-то, у них было какое-то производство, в городе Дербе было фарфоровое производство. Это фарфоровые компании, которые известны. Про них есть публикации на английском языке. В итоге первые, наиболее активные, естественно, участники на английском языке. Английский язык международный, интернациональный, и остальные участники это переводят. Там была система количества баллов, в зависимости от размера статьи и так далее. Таким образом, они ста сибири добились не только эффекта, который касается посетителей. Они добились довольно большой известности и повышения посещаемости своего сайта на разных языках. Потому что об этом проекте стали писать в СМИ, потому что это был первый проект в своем роде. В России такого проекта еще нет, поэтому если у нас что-либо подобное кто-либо наконец-то создаст, это тоже привлечет очень много внимания. Если в Кварпедии какой-то код найдет своим телефоном его, то я вам скажу, что еще не скажу. Кварпедия это проект по созданию QR-кодов. Вот здесь видно более-менее внизу название статьи, а вот результат, который вы уже распечатываете и сканируете. То есть это просто скрипт, который вот... Да, Кварпедия сама по себе является просто... Ну, она является двойным скриптом, да, как бы этих... Для технических продвижников, я не могу сказать, что с одной стороны вот эта страница генерирует скрипт, а с другой стороны там есть специальный сервер, который, получая обращение, получает в рамках обращения язык телефона и преобразует его уже в ссылку. Ссылка-то там статичная, а результат, соответственно, зависит от сервера. Вот, существует статья в Википедии про Кварпедию, там описано все это. Там приведен список культурных институтов, которые его используют, в частности. В России мы использовали данный инструмент на выставке «Википедия любит Петербург», потому что она проходила в отеле, для которого очень характерно посещение иностранными участниками, и мы хотели, чтобы им это было удобно и комфортно. Не просто читать примечания, но действительно получать полную информацию. Ну, да, город Мун, кстати, недавно прошла целая серия новостей о первом википедийном городе. Администрация целого города с целью посещения, целью увеличения туристической привлекательности разместила на своих достопримечательностях доски с этими QR-кодами. Ну, и говорят, да, уже в этом году туда поехали только ради того, что первый википедийный город. Действительно, уже известно, что есть приток туристов этим летом. Это где такое? Монмут. Монмут – это Уэльс. Уэльс, Великобритания. При этом координатор этого проекта сказал мне замечательную вещь. Он говорит, что эти доски воруют. Это один из показателей успешности проекта, потому что это значит, что эти доски людям нравятся. При этом, как я уже сказала, это минимальный бюджет. Потому что википедисты – это люди, как мы уже видели на слайдах в первой части, это люди альтрустически замотивированные. Я, в частности, старалась создавать эти статьи для проекта Куарпедия, потому что они действительно важны, чтобы русский язык был представлен, чтобы активность на русском языке была, чтобы русские туристы получали эту информацию. То есть википедисты работают за идею, музей сам тратится, может быть, на приз и на распечатку вот этих QR-кодов, а получают они огромный медиаэффект, получают они эффект для посетителей, вероятно, туристический эффект для целого города и так далее. Действительно, с минимальными вложениями. То есть мы с самого начала говорили о том, что мы говорим об эффективности для НКО, поэтому я еще раз обращаю внимание, что вики-инструменты – они быстрые, они легкие для использования, максимальные, будут в будущем еще более легкими для использования, и они требуют минимального бюджета, минимальной траты, минимальной траты ресурсов вообще. В международной практике также принято такое понятие, как Wikipedia in Resilience – википедисты в штате. Например, википедист в специальной должности есть в штате Версалин. Это человек, который ответственен за координацию проектов с Википедией, с Версалин. Ну, как касается координации всех подобных проектов. Потому что сейчас мы говорим о том, что уже придумано. Понятное дело, что когда люди там работают, они придумывают что-то новое, о чем... Мы пока идем по стопам по опыту других стран. Россия пока не имеет ресурсов, не имеет готовых проектов по причине некоторой бедности культурной технологии, по причине недостаток инфраструктуры для российских технологий – это американские сервера. Мы надеемся когда-нибудь решить это. Организация выставок, как уже было опомянуто. Улучшение статьи об организации – это то, о чем мы говорили в первой части. Для повышения известности у вашей организации, они могут быть созданы статьи о Википедии, и для музеев это тоже важно. То есть, грубо говоря, если в Википедии на русском языке будет статья о музее Брунея, которая будет там в категории музея Брунея, то посетитель Брунея с более высокими шансами найдет информацию о ней, русский, и посетит этот музей. При этом, опять же, это минимальные затраты, это минимальные требования квалификации. Вики Лавс Монуменс – это огромный проект, который проходил в прошлом году, который будет проходить в этом. Этот проект уже является надпроектом, он не является проектом фонда Викимедиа, он является проектом вот этих вот партнерских организаций. Фонд Викимедиа поддерживает его, но не является его организатором. Инициатива проекта Вики Лавс Монуменс началась в Нидерландах в 2009 году. В 2009 году Викимедия Нидерланды договорилась со своей местной музейной ассоциацией о доступе википедистов к архивам музеев для фотографирования экспонатов и для публикации последующих этих экспонатов под свободными лицензиями. Это как повышало привлекательность музеев для википедистов, это создавало медиаполу, для того, чтобы говорить о всех этих музеях. Это помогало в оцифровке, и при этом это было конкурсом естественным. В 2010 году в Нидерландах был проведен конкурс Вики Лавс Монуменс, который самый первый. Он касался того, что википедисты ходили и фотографировали все монументы всех Нидерландов. У них хороший национальный список, мельницы, здания и так далее. Для создания википедии списков этих монументов, для привлечения внимания к их сохранности и, опять же, для того, чтобы это все сохранилось. То есть конкурс в данном случае является мотивацией для волонтеров вложить в это усилие, потому что, как я говорю, в Википедии нет обязанностей. Поэтому, если вы хотите привлечь волонтеров к чему-то, нужно их чем-то заинтересовать, но при этом на это не требуется большой бюджет. В 2011 году было решено сделать конкурс международным, и изначально он касался, как видно по карте, всей Европы. Россия для подобных конкурсов, для подобных мероприятий является очень удобной страной, потому что закрасить ее на карте полмиры участвовала. Реально в прошлом году мы, к сожалению, приняли участие только в рамках одного региона, этим регионом был Санкт-Петербург. Мы включились в последний момент по ряду причин, в частности по несвободе панорамы, по причине малой поддержки сообщества. Но, тем не менее, мы приняли участие. Всего участвовало 16 стран, включая Россию. И по результатам прошлого конкурса недавно-таки была подана заявка во включение в Книгу рекордов Гиннеса, потому что данное соревнование оказалось крупнейшим фотоконкурсом в истории. Было подано более 600 тысяч изображений на конкурс. Все эти изображения касались монумента, то есть культуру зданий. Было привлечено большое внимание к их сохранности, потому что среди победителей как на рамках стран, так и на международном уровне были некоторые, в общем-то, разрушенные здания. Например, на первом месте... Первое место заняла эстонская фотография, разрушенные виллы. Среди победителей на шестом месте была капелла в Петербурге, петербургская. А у нас, в рамках российского части конкурса, среди победителей было горящее здание Троицкого собора. Троицкий собор горел, когда происходил его ремонт, он был в лесах, и по вине строителей он горел. То есть мы привлекли к этому международное внимание. Мы содействовали с некоторыми градозащитными организациями. У них тоже свои победители были, например, Непольский рынок, который там на тот момент в Санкт-Петербурге собирались сносить. То есть это тоже способ привлечения. И в 2012 году мы также собираемся проводить это мероприятие. На этот раз, вероятно, опять же, не в рамках всей России, но, вероятно, мы сможем сделать около 20 регионов. Мы ищем партнеров, которые нам помогут, у которых, вероятно, будет какой-то свой интерес. Наш интерес понятия. Наш интерес... В прошлом году у нас за 16 дней участия, мы участвовали в итоге 16 дней, не весь сентябрь. У нас было 4000 фотографий из Санкт-Петербурга, от 400 участников. При этом все эти участники, большинство, 93% этих участников зарегистрировалось на Викискладе на проекты, как я и говорила ранее, специально для участия в этом конкурсе. Мы собирали обратную связь, и мы можем уверенно сказать, что если Википедия обладает некоторыми барьерами техническим сообществом, еще что-то, то на Викискладе эти ограничения минимальны. То есть, участие было удобно, комфортно для новичков, и если кто-либо захочет сделать какой-либо фото-проект, не связанный с монументами, связанный еще с чем-либо, вероятно, это будет простой и хороший способ. В Википедии на данном... в фонде Викимедиа на данный момент планируются также новые проекты. Конкретно сейчас идет обсуждение путеводителя. Travel Guide — это предварительное название, это обсуждение началось буквально несколько дней назад. Вероятно, Википедия будет свободный путеводитель о лучших маршрутах, об отелях и так далее. Но, как я уже сказала, это сейчас в процессе обсуждения. Уже утвержден проект Wikidata. Wikidata, вероятно, оно будет переведено как вики-хранилище, вероятно, как вики-справочник. У нас еще нет официального названия на русском языке, оно обсуждается сообществом. Это будет проект аналогичный Викискладу. В том смысле, что на Викискладе хранятся медиафайлы, здесь будет храниться данные. Например, данные о населении. Сейчас для того, чтобы мы в каждую статью Википедии на каждом языке должны вручную носить данные о населении после каждой переписи, и оно довольно плохо автоматизируется. Wikidata будет специализированным проектом для хранения подобной статистической информации, может быть, не только статистической, которая будет доступна на всех языках, включаться по статье Википедии максимально легко, максимально автоматизировано. И, опять же, вероятно, рано или поздно она станет крупнейшей базой данных. Как сейчас Викисклад является одним из крупнейших хранилища медиа данных, вероятно, когда-либо это будет самый удобный справочник. Мы надеемся на это, мы работаем над этим. И, пожалуй, это все проекты. Продолжение следует...